ребят всем привет очередная посылочка из китая и даже не знаю что здесь откровенно догадываясь здесь просто телефон мобильный но необычный не знаете я люблю необычные гаджеты и вы знаете вот тут упаковали как упаковали я так люблю называется только не макдональдс а вот тут же gearbest вот так вот его упаковали хотя не знаю зачем потому что это вк word stone v3s stone тут как бы камень поджимают то что это не убиваемый смартфон телефон это из разряда простых обычных телефонов но срок жизни его 2200 миллиампер часов аккумулятора может достигать до 40 дней это мне нравится так посмотрим сначала на комплектацию что же у нас идет в комплекте в комплекте у нас идет зарядное устройство с штекером micro usb это тоже огромнейший плюс потому что я могу спокойно заряжать от powerbank а либо же с всеми зарядками турне из дома и выдает у нас здесь всего лишь 500 ампер то есть миллиампер то есть ну такое бюджетная бюджетная зарядка больше ничего не про нее не могу сказать но мне нравится micro usb порт также в комплекте у нас такой вот nano slim адаптер то есть спасибо магазину не знаю gearbest или вк word но они положили в коробочку у нас вот такие вот адаптер инструкции я откровенно не знаю зачем она нужна потому что принципе это просто обычный телефон по которому мы будем просто звонить разговаривать возможно играть в игры либо снимать фотки 0 3 мегапиксельной задней камеры дисплей 240 на 320 пикселей прорезиненные кнопочки особенно радует что вот такая центральная кнопочка она по сути она шрифленая то есть палец не не соскочит они достаточно большие то есть это телефон для тех у кого постоянно не знаю руки в грязи либо мокрые для охоты для рыбалки когда не боишься там взять жирными руками смартфон или там песчаными с песком и ответить на звонок и так единственное минус что видите отсутствует русская клавиатура но кнопочки нажимаются достаточно неплохо для обеспечения того чтобы смартфон не выпал у нас на торцах металлические такие вот с пластины и с резиновыми вставками и соответственно на боках тоже присутствуют резиновые вставки как в левой части так и в правой части в нижней части у нас выход для 3 5 джек под наушники динамик для громко говорить этот пол для микрофона и микро юсб порт для подзарядки либо же даже передачи данных внутри у нас 32 мегабайта встроенной 32 мегабайта оперативной памяти присутствует также для темличка для современных смартфонов редкость задней части у нас тут где-то спрятана аккумуляторная батарея вот надо открутить винты наверно громкий динамик достаточно сейчас будем слушать и еще 0 3 мегапиксельная камера конечно же ни о чем двойной спаренный фонарик тоже большущий плюс потому что он может служить не только смартфоном но и таким фонариком в палатке что-то найти квик шар не знаю в руке лежит достаточно удобно 130 58 толщина 14 миллиметров вес ну будем стать 120 грамм на экране находится еще защитная пленочка снимаем и включаем так вот века вот достаточно большой дисплей 2 и 4 дюймовый дисплей вот такой вот выдает нам картиночку так концерт sim insert sim хорошо давайте попробуем нас раз меню так фонбук settings история так давайте в настройки так я хочу хотя бы увидеть кнопки классно нажимается никаких проблем вообще нету так я бы хотел найти language и вот присутствует русский язык 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 водорусский тоже классно итак теперь мы сможем все это принципе по нормальному посмотреть так журнал вызовов понятно сообщение написать сообщение новые sms и давайте посмотрим присутствует ли здесь русские буквы да с этим проблем никаких нету немножко продукт скачет шрифт но это все есть опции и ясно что значит ясно ясно это назад перевод немножко кривой но в то же время быстрое меню тут все-таки один гигагерц процессор у него все-таки есть мультимедиа диктофон аудио фотоаппарат видео просто нажимаем и fm radio присутствует что для такого динамика очень и очень неплохо но рекомендую конечно же поставить наушники потому что иначе без него вы услышали как громко давайте еще послушаем как громко задняя динамика может заменить небольшую bluetooth колонку bluetooth сайте здесь тоже есть второй версии но то что то нашло второй версии bluetooth присутствует список файлов можем ставить карту память честно это и сделаем так инструменты что же у нас игры тетра змейка интернет ну не рекомендую на вас сигнал это будильник календарь калькулятор . активно не знаю что это какой-то может фонарик bluetooth то же самое есть мировое время посмотреть больше ничего телефонная книга настройки все больше ничего интересного нет как же нам включить быстро фонарик так верхние верхние это у нас player если мы нажимаем на кнопочку нижние это у нас профиль как nokia левая новая sms а на право это у нас камера камера конечно 240 на 320 это просто даже не знаю чем ребят сравнить полный отстой вот так он смотрится в руке то есть не назову его сильно большим сильно толстым то есть нормальный смартфон телефон длинное нажатие на так разблокировать надо как в обычных смартфонах длинное нажатие на кнопку меню включает у нас фонарик фонарик действительно хоть и спарен но ребята он не очень яркий то есть подсветить где-то замочную скважину вы сможете но думаю что не более то что-то найти могли бы сильнее конечно ставить светодиоды я вначале думал что надо открутить будет винты на задней крышке но нет крышка всего лишь пластиковая и вот мы ее просто поддеваем и достаем нашу аккумуляторную батарею который здесь заявлено емкости 2 200 миллиампер часов и попадаем внутрь нашего смартфона здесь нам большущий динамик толстый ну две sim карты и слот для micro sd карты я вставил micro sd карту и запускаем музыку знаете хороший звук я не могу ничего не сказать хоть моно динамик на зубе снова громкий вы слышите дрожит в руках но не думайте что такой же звук умеет звук называть супер классно нельзя он громкий он хороший не больше но в динамиках он не будет таким же то есть это не плеер вы сами понимаете за 19 долларов плеер мы не получим но достаточно громко можно связать просто как радио то есть в этом плане хороший то есть два светодиода не очень но так сказать для поиска дверей от квартиры а вот светодиоды от фу а вот громкость довольно неплохая ну что же самое основное и какое критерии этого смартфонщика то что заявлено то что тут он довольно такой долгожитель там 20 дней думаю что нет 20 дней здесь не будет дней шесть неделю он 100 процентов проживет если 2200 аккумулятор хотя может быть и больше это я только получил спросите меня через две недели я скажу я буду им активно пользоваться купил я его за 19 долларов потому что была акция хорошая мне просто если бы не было акции на черный я бы купил конечно более оранжевый он менее так сказать теряется то есть он более заметен хотя смотря сколько сока мы выпьем может быть и мы падаем но чаще всего смартфоны падают вот так вот яблочный сок я не знаю пошли откуда ребят бульки и все то есть ребят смартфон оказался не тем за кого он себя представляет хотя может еще она что-то и выкопает но посмотрите vk work нас обманули ронять воду этот смартфон я не рекомендую он проверку хотя он и не выключился да он еще работает но ронять его я не рекомендую посмотрите все он реально он у нас пивной получился как видим влага попала конечно же под крышку и на аккумуляторную батарею на контакты и скорее всего даже где-то на плату поэтому сейчас допустим чтобы его нормально использовать оптимальный вариант засунуть не знаю в мешок или в баночку с рисом на сутки но в целом видите я только что вытрусил остатки компота сока и давайте проверим будет ли у нас работать карту он видит но звука нет звука нет то есть как бы есть звук но ронять воду я не рекомендую где-то вода зашла вы видели то есть принципе с этим проблема есть то есть как бы все-таки китайцы оказались те же на китайцам немножко запотел у нас экранчик было не у нас же не дисплее не то есть тут уже где-то пошла вода вниз ну наш сок проникает смартфон поэтому все таки ребят влаги он боится как бы нам не заверяли что да может мы конечно ударопрочный но я тоже сомневаюсь все таки вот эти стальные грани вас защитят но если нападет дисплеем вниз либо кнопками либо боковина он скорее всего разлетится но за 19 долларов в принципе этот телефончик довольно неплохой я его честно оставляю себе даже вот в таком состоянии я его оставляю себе это будет у меня альтернатива самсунгу на две сим-карты просто такой рабочей лошадки которые не боюсь потерять убить или проще и проще но и в целом вы тоже сделайте акцент на все те минусы которые я назвал на все те плюсы которые назвал и там уже сами принимайте решение покупать вам этот смартфон или нет а пока всем пока пока а